Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Со всеми праздниками, которые, к счастью, закончились. Ну, может быть, не совсем к счастью, конечно, хочется все время радости, праздников. Но Москва сегодня была не такая наполненная, как мне казалось, я даже быстро доехал. И вот мы сегодня с Александром Лариновским, управляющим партнером онлайн-школы английского языка, правильно? Да. Начинаем наш деловой бизнес-эфир. Я вчера всех поздравлял, своих друзей, ну что, с начала рабочего года, да-да-да, и вот сегодня мы открываем наш бизнес-завтраковский рабочий эфир. Саша, доброе утро, спасибо, что пришёл. Спасибо, что позвал. Мы с тобой сегодня будем говорить не об обучении, а как бы вот два года я пытаюсь найти рецепты, которые могли бы люди, взяв к себе, попытаться сделать так, чтобы эффективность управления людьми в их компаниях немного повысилась. Причём мы стараемся и чар-директора, и собственники, и генеральные директора делиться какими-то практическими советами, которые действительно могли бы помочь или натолкнуть, по крайней мере, на какие-то идеи, которые бы помогли людям, неважно, где они смотрят, к счастью, сегодня интернет есть по всей нашей стране, да и не только, какие-то вот элементы управленческие методики, потому что засилие бизнеса, литературы, пришедшей из-за границы, она не решает все задачи, хотя помогает нас настроиться. Мы с тобой обсудили тему, и она, на мой взгляд, великолепна, как управлять распределённым количеством людей, когда у тебя три тысячи человек, и причём они у тебя не в штате. Как вот… Они в штате, они… Я имею в виду, как они не вовсе, да, они действительно в штате, и вот тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, вот три тысячи человек у тебя работают, как это ты себя чувствуешь там? Нет, ну на самом деле это такой, с одной стороны, хочется когда-нибудь вообще взять и всех увидеть в одном месте собранных три тысячи человек, чтобы ощутить, что их много. Футбольный стадион. С другой стороны, ты понимаешь, что три тысячи – это и так, на самом деле, очень много, потому что, ну, откуда вот, ну, это уже большое предприятие, на самом деле. Серьёзно, да, конечно. Это уже большой завод, а если учесть там наши темпы роста, что, ну, там, наверное, через год там это будет, ну, не знаю, там, пять-шесть тысяч человек, то это прям вот уже там с крыши ей-то таких количеств. Слушай, ну вот подойдём к классическим менеджменту, это люди, работники компании Skyeng, ну, условно, неважно, группы компаний, юнитов различных, но это люди, которые должны быть проникнуты, если это работники, то человек должен понимать, по крайней мере, в какой компании он работает. Я как коуч и как человек, который занимается стратегией в компании, сталкиваюсь с одной большой проблемой. Люди в компаниях никогда не знают, куда идёт их компания. Давай начнём с первого вопроса. Вот, что такое стратегия Skyeng, где она, как тебе удаётся её доносить до простых людей, и сколько вы, там, не знаю, может быть, ещё кто-то из топов инвестируете именно время туда? Стратегия Skyeng – это… мы очень долго думали на эту тему, в смысле, не часто думаем, но когда-то мы пытались понять, вот мы вообще для этого мира кто, да, то есть вот это вот слова «миссия», всё остальное, за громкими словами стоит одно, то есть ты можешь ли ты сконцентрировать суть своей услуги и что ты хочешь продать людям, какими-то короткими фразами, чтобы понял любой. Мы тогда себе сказали, что мы хотим быть способом обучения, который максимизирует вероятность достижения цели, вот, и это то, к чему мы больше всего идём, то есть максимизировать то, что человек дойдёт до той цели, с которой он пришёл. Мы его допинаем, дотащим, дотянем, ну, в общем, там любые слова, синонимы слова «мотивация», вот, но вот мы это сделаем. И, соответствующим образом, мы всех сотрудников ориентируем на это, что каждый человек, которому английский чем-то может быть полезен в жизни, может прийти к нам, и мы его вот до этой пользы его доведём, то есть польза – это такой возврат инвестиций в образование, вот, это то, что мы транслируем сотрудникам, пытаемся им всё это дело объяснить. Вот, соответственно, удалёнка даёт некоторые сложности в этом вопросе, потому что, ну, т.е. когда у тебя люди всё время в одном физическом пространстве находятся, тебе гораздо легче их пропитывать некоторой идеей. Казалось бы, хотя не факт, да. Нет, факт, факт, что легче, ну, т.е. когда все рядом, у тебя средств донесения сильно больше, там, начиная от кофе-поинтов и курилок, заканчивая какими-то наглядными материалами, которые везде развешаны, т.е. то, что люди всё между собой говорят, ты всё время слышишь обрывки разговоров, ну, т.е. вот это вот как-то формируется, вот. На удалёнке это, конечно, сложнее, т.е. человека нужно всё время держать в этом фокусе, и это там наша задача. Ну, с другой стороны, та же удалёнка – это всегда шикарный кастинг, т.е. это не способ экономить на офисных расходах, это не способ экономить на зарплатах иногда совсем, это просто возможность найти лучшего специалиста, который максимально мэтчится с той задачей, которую ты хочешь решить с помощью этого человека. Супер! Ты знаешь, мне очень понравилась твоя формулировка, почему? Объясню. Ну, во-первых, я ещё из того поколения, когда, помнишь, были zip-архивы, там, rar-файлы, и вот ты её читаешь, а она у тебя начинает распаковываться, распаковываться, и ты уже понимаешь, оттуда у тебя выражаются и ценности определённые, и определённые правила поведения, и вообще философия компании. Если мы говорим, что 3000 человек – это реально люди, это не просто он пришёл, видимо, скорее всего, речь идёт о преподавателях, да, скорее всего? 2000 преподавателей и 1000 сотрудников. Да, вот. Давай тогда сейчас немного разделим и поговорим о разных вот чуть-чуть вещах, потому что стратегические вещи, они, на мой взгляд, определяющие в менеджменте. Возьмём пока сотрудников, которые именно… преподаватели. Скажи, пожалуйста, если это неодноразовый сотрудник, неодноразовый преподаватель, то как тебе или с помощью чего ты донесёшь ему вот этот основной месседж своей компании, и ты можешь увидеть вот этот фидбэк, что он его понял, прочувствовал и принял. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь важный момент, вот ты же начал говорить с того, что там много книжек по менеджменту и всё остальное, там первая история, всё начинается с ценностей фаундеров, отцов-основателей. Абсолютно, конечно. Это не значит, что какие-то ценности лучше, какие-либо Они у вас сфокусированы? Ну да, они у нас сфокусированы. Можешь продекларировать? То есть, первая ценность – это лидерство, вторая ценность – это математика в основе принятия любых решений, и третья – это мечта поменять ту систему педагогики, которая у нас есть, а она у нас идёт с начала 19 века, на секундочку, прусская, 19-го. То есть, ей 200 лет, она у нас не менялась. Сделать её современной. И всё вытекает извиженно, по сути. Да, и дальше ты, когда у тебя есть некоторые вот такие ценности, ты можешь брать ту методику, которая под них подходит, и дальше главная задача – её делать. Это вот ключевой момент, потому что очень успешные ребята чаще всего – это вот у которых армейские ценности. Это всегда очень тяжело для сотрудника, но зато понятно почему. Потому что у ребят с такими ценностями у них нет истории про то, что можно вот это выполнить, а это не выполнить. Есть устав – ты его выполняешь. С точки зрения менеджмента всегда очень важно последовательно делать всё, и скучные вещи, и знакомые вещи, они фокусируются только на том, что новому что интересное, это самое мерзкое. То есть вот эта рутинная операционка, которую все ненавидят, это про то, что ты делаешь то, что ты делал вчера, позавчера, но это просто надо делать. И это самая тяжёлая, конечно, история. Вот почему там не работают книжки. Потому что берёшь книжку по удалённой работе, неважно, ремонт, любую берёшь. И там написано, как надо делать. Все берут, говорят, и не работают. Почему? Потому что ты говоришь, о, так это я знаю, это я знаю, а вот это прикольная штука, я сейчас попробую. А надо всё делать. А надо делать всё. Вот это самая такая ужасная штука, что надо иметь большую силу воли на то, чтобы это делать, это самомотивация. Если у тебя нет этой самомотивации, она у тебя, конечно, нет. А самомотивация приходит либо от необходимости, ну то есть сдохнешь, если не сделаешь, либо от мечты, которая у тебя есть. Супер. Вижен, ценности, заворачиваем на рекрутмент. Люди, которые набирают преподавателей, общаются ли они вот на эти вещи с ними, когда… Вначале нет. Нет. Вначале нет. Что сначала, что первично? Профнавыки? Самое первичное – это мотивация людей к работе. Вот зачем человеку нужно у нас работать? Какие 90% частых ответов на этот вопрос? Деньги? Это идеальный ответ. Да? Да. Если человек хочет сидеть и зарабатывать, ну то есть условно, у нас же все преподаватели живут в Дальнем Подмосковье, Сибирь, Урал, Украина, Беларусь, юг, короче говоря, вот всё там. И представляем себе такого типичного преподавателя, у которого муж, может быть, пьёт, может быть, его нет, двое детей, надо кормить, и она хочет работать. В школе зарплата низкая, она зарплата сильно выше школьной, и это очень хороший сотрудник, потому что она будет работать, она знает, зачем она приходит на работу. Как только попадается какой-нибудь там человек, это моя миссия, я хочу нести разумное, доброе, вечное. Слушай, ну много других онлайн-школов, что к нам-то сразу, ну там есть. Всё-таки должна быть чёткая, понятная мотивация. Слушай, а сколько примерно, может быть, я не знаю, хотя бы грубо обращается людей в день, которые бы хотели работать у вас? Ну смотри, у нас сейчас в месяц мы выводим где-то там 300-400-500 новых преподавателей, это где-то примерно, соответственно, там 3-4 тысячи лидов контактов мы в месяц через себя отрабатываем. И вот люди, которые рекрутеры, они после того, как узнали мотивацию человека, ну допустим… На самом деле там всё очень просто, там прямо классическая воронка, это такой же вот маркетинг, как всё остальное. Задача рекрутеров – отобрать преподавателей, которые подходят под формальные признаки, ну потому что ты на большее рекрутера не научишь. Робот не может это делать? Не, наверное, какую-то маленькую кусочек из этого робот может делать, но в целом люди предпочтают, ну то есть мотивация и обязательство возникает тогда, когда ты разговариваешь с человеком. С человеком. То есть чтобы человек пришёл… Обязательство. Да-да-да, ну то есть это вообще главная вот эта история, да, то есть почему к нам, почему у нас там лайфтайм в большое количество раз там больше, чем у всех сервисов селфстади, потому что у тебя на урок ждёт не приложение на телефоне, а живой преподаватель. Да, живой преподаватель. И вот попробуй к нему, ну в смысле в каком случае ты не придёшь. Знаете, как в зале хитнес-тренер тебя ждёт или тренажёр-железка. То есть все та же самая история. Значит, первая история – пригнать народ, причём на массовое собеседование. Почему на массовое собеседование? Потому что есть такая история про то, что когда ты человека уговариваешь прийти на работу, это одна история. Когда ты говоришь, ребята, вот мы тут вас собрали 500 человек, возьмём из них… Они типа к какому-нибудь вебинару подключаются там или что-то выобрали. Возьмём из вас 80. Уже. То сразу у человека возникает конкуренция. Это морковка сзади. Это дефицит такой. То есть, ой, что-то я мог такого хорошего не взять. И не взять, да. То есть сразу меняется полярность. А дальше мы их рассказываем про то, как… ну все условия, всё-всё-всё-всё, потом им читаем какую-нибудь интересную лекцию, и во время этой лекции вытаскиваем их на… сначала их собеседуют руководители групп для того, чтобы понять коммуникационные скиллы. Вот это очень важно. Для преподавателя очень важно… На групповом собеседовании. На индивидуальном, они их вытаскивают по одному. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть, они сидят там что-то слушают. Несколько минут, да, поговорить, просто понять, как человек разговаривает. Если человек хорошо разговаривает, и там мотивация его понятна, то он там проходит на следующий тур. Выглядит должен человек привлекательный? А? Преподаватель должен привлекательный или не обязательно? Ой, у всех же свои вкусы. Что такое привлекательный? То есть, кому-то нужно, чтобы преподаватель был строгий, но справедливый. Там такая вот школьная училка классическая, кому-то наоборот нужен там рубаха парень, рубаха девушка. Вот это очень-очень индивидуальная история. Романы возникают между преподавателями и учениками? Мне про это неизвестно, но у них география всегда разделённая. То есть, это роман в письмах такой, наверное, может быть, но такой всё-таки редкость. Мы не дейтинговое агентство, ну, по крайней мере, я не слышал ни разу, чтобы у нас такая штука была. А потом уже, когда вот эту вот часть отобрали, мы уже их проверяем на знание английского языка и потом отправляем учиться. И они у нас несколько недель проходят обучение. Вот как раз где им рассказывают все вот эти ценности, навыки. И самое главное, учат клиент-ориентированность. Скажи, пожалуйста, вот этот вот обучающий вводный курс адаптационный, это люди читают или это видеозаписи? И то, и то. И то, и то. И то, и то. Вот. Но в данном случае видеозаписи работают, потому что люди уже мотивированы. Уже мотивированы. Какое угодно. Как, по-твоему, сколько минут за пять лет учат мотивации преподавателей? Я закончил ПИД-институт в своё время, ты знаешь, к сожалению, я вынужден сказать, что нисколько. Ну, кроме страха не сдать экзамены, выгонять. И вас не учат мотивации. Нет. Вас учат всё. Вот. А нам надо научить их мотивировать человека. Это теория массового обслуживания, это клиент-ориентированность, это вообще все вот эти вещи. Почему и как? Ну, потому что зачем школьному учителю мотивировать учеников? Куда ты денешься? Ну, куда ты? Ну, что с тобой служить? Ну, всё, и вот это надо человеку в голову поместить. После чего они сдают экзамены, после чего они в такой песочнице некоторое время проводят уроки под тщательным наблюдением, чтобы мы понимаем, что всё это хорошо. Ну, т.е. там на сотрудниках, ну, т.е. не на внешних клиентах учатся. И когда мы понимаем, что всё, они идут. То есть, у тебя как бы маленькая своя собственная внутренняя школа, после которой там, условно говоря, заходит как бы не структурированные, выходят структурированные. Сколько отсеивается вот за этот период обучения? Ну, мы стараемся, чтобы отсеивалось мало, но, тем не менее, отсеивается, ну, там процентов 20 отсеивается, мы оплачиваем это время обучения, если человек сдаёт экзамен, мы оплачиваем, причём оплачиваем по максимальной ставке. Т.е. вот столько, сколько ты можешь получать, если будешь всё делать правильно. Две недели, да, ты скажешь? Да. Ого. И две недели прямо учатся. Будешь, да, будешь хорошо всё делать, будешь вот столько получать. Это как раз вот сразу раз тебе дали морковку, а теперь отрабатывай её, называется. И это работает сильно лучше, чем, ну, наоборот. Т.е. те люди, которые принимают работников на работу и не платят им период вводного обучения, они не дают вот этой, получается, морковке? Ну, опять же, всё зависит от ценностей. Т.е. мы, там, фабрика по обучению. Наша задача – правильно учить и тех, и других, и третьих. Т.е. Поэтому это же тоже не то, что мы там сидели и думали, а вот так вот или вот так. Это же результат бесконечного количества тестов и экспериментов. Так лучше или так-то лучше? Т.е. Мы с тобой сказали, что ты, вернее, сказал, что самый главный кайф – это постоянное непрерывное изменение сегодня. Да, да, да. И вот я вижу, что то, что ты говоришь, оно же тоже сегодня не калёным железом, а оно же постоянно трансформируется с точки зрения определения эффективности вот этой твоей внутренней цели. Если подвести маленький итог к первому блоку, то правильно ли я тебя услышал, что несмотря на то, мы пытаемся сделать из этого инструмент, несмотря на то, какая у тебя компания, чем бы она ни занималась, то тебе, безусловно, нужно сначала определить сжато, упаковать то, что ты делаешь, в чём суть твоего продукта. Типа маленького вижена. И это тоже будет не догма, она тоже может меняться. Да, но что-то должно быть. Но у тебя всегда должна быть некоторая потеводная звезда. Да, т.е. ты первый должен определить быстро или как, ты должен чётко сказать, что ты за бизнесом занимаешься. Неплохо было бы это ещё раскрыть на какие-то ценности своих основателей, т.е. тех людей, которые в округе находятся. Потом, когда ты начинаешь принимать к себе людей, ты должен просто элементарно дать им возможность услышать их мотивацию. И если это распределённая сеть, а сегодня мы говорим о том, что удалённые работы становятся достаточно популярными, просто спросить, а что человека движет? И, как ты правильно говоришь, сближаешься с Дальнего Подмосковья. Если человек ориентирован на деньги, это уже серьёзный, хороший мотивационный вариант. Потом ты берёшь, проводишь массовое собеседование, давая возможность понять им, что ты не всех возьмёшь. Это уже стимулирует людей. Ты, может, если даже им заплатишь, это снова стимулирует людей. Ты им что-то рассказываешь, ты учишь, даёшь им что-то новое. Тем самым ты показываешь человеку, что ты готов его и дальше, и дальше развивать. И вот исходя из этого, ты получаешь на выходе относительно качественных уже базовых сотрудников. Всё, они пришли в компанию, супер, что дальше с ними происходит? Помимо того, что они работают, дальше мы их, опять же, понепрерывно учим. Ну, потому что всё меняется, меняется наше понимание, мы находим какие-то новые, т.е. у нас есть всякие разные лаборатории, то, что называется научно-исследовательские кусочки, мы находим какие-то новые приёмчики, мы их тестируем на каких-то других преподавателей, у одного преподавателя подсмотрели, на 20 раскатали, поняли, что эта штука работает, теперь надо этому всех научить. Т.е. это история про внедрение изменений, т.е. какие бы изменения ты себе не придумал и не понял, что они правильные, т.е. всё рушится на истории, на внедрение изменений. Теперь опять же, т.е. это операционка, а теперь давай сделаем так, чтобы все эти люди сделали то, что ты придумал, и делали это каждый божий день. Т.е. это одна из главных бед ментальности, что мы очень хорошо придумываем, т.е. у нас такая нация кулибинов. Я понимаю, что это штампы, но тем не менее… Я часто слышу это, что когда вы делаете что-то уникальное, у вас в русских прекрасно всё получается. Да-да-да, а каждый раз делать одно и то же? Это любимое кафе, вот ты его нашёл, вот они очень вкусные, они только открылись, и ты ходишь, 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 и через полгода понимаешь, что они испортились. Да, факт. Чёрт. И все, кто не испортились, ты их прямо как крупинки золота бережёшь, потому что вот этот, вот этот и вот этот, туда можно ходить по-прежнему спустя годы. Буквально секунду назад, в конце рабочего нашего года был в очень известном, популярном и любимом всем москвичами кафе под названием кофе-хаус, как он называется? Кофе-мани? Кофе-мани и слышал конфликт. Пришёл молодой человек и попросил американо, ему приносят микро-чашечку какую-то, он говорит, что это американо? Да, это у нас теперь новый американо, в два раза меньше, чем обычный. А стоит в два раза больше, чем я за это должен платить? Это как? Это изменение? Это же не сервис. Вот опять же, кто-то придумал, провёл какой-то эксперимент, фиг знает, может быть, действительно у них с точки зрения выручки всё стало лучше. Всё стало лучше, да. Ну всё, значит, молодцы, если стало хуже, в конце концов, это более-менее правильная метрика, деньги. Деньги, опять деньги, да. Нет, это правда хорошая метрика, если тебе люди продолжают платить деньги, ты делаешь хорошую штуку, при условии, конечно, что ты не монополист, типа российских железных дорог и всё, там дальше, куда ты денешься. Саша, буквально последний вопрос по этим преподавателям, чтобы у меня окончательно соформировалось, какой жизненный цикл в компании, т.е. вот он пришёл, поучился, сдулся? Годы. Годы? Годы. Чаще всего они уходят тогда, когда они поняли, что мы их научили, они уже матёрые, у них уже налёт в часах большой, они уже такие лётчики-асы, они уходят собственную репетиторскую деятельность, ну, в общем, всё ок. Но это больше двух лет. Получается, что, я вот буквально сразу мыслю, получается, что человек, в жизни цикл человека – это дальнейшее его развитие в этой профессии, т.е. он не слетает с этой профессии, а продолжает дальше как-то расти, отпочковываться. И здесь возникает вопрос, ты говоришь, он уходит в своё собственное плавание, а может быть здесь тогда возможность внутри тебя создавать микроподразделение, где он стал уже мини-партнёром и начинает набирать свою сеть, и это тебе могло бы быть интересно? У нас есть программы рекрутинга через преподавателей, т.е. такой «Приведи друга», и они вполне себе нормально на этом зарабатывают. Т.е., например, когда человек становится уже готовым открыть свой собственный бизнес, он говорит, я хочу быть мини-партнёром, давайте с КНК Екатеринбург. Ну, для онлайн-бизнеса всякие франшизы, они, в принципе, там бессмысленные, к счастью или к несчастью, вопрос. Но здесь вопрос, можем ли мы что-нибудь ему дать или нет. Ну, т.е., к счастью, рабовладельческий устройство 150 лет назад отменили, уже 170, и хорошо, т.е. человек принимает решение, работать или не работать, это всегда двунаправленное решение, это не то, что только компания решает, будет ли человек работать или нет, это право человека. Супер. Более или менее понятно с людьми, которые являются преподавателями, финально, я так понимаю, что они всё время развиваются, видимо, у них есть какие-то внутренние статусы, к которым они движутся, возможно, у них есть рост ставки через какой-то уровень профессионализма, я не знаю, там что-то ещё. Но именно этот инструмент, если вот люди наши, которые нас смотрят, захотели бы создать себе некую онлайновую штуку какую-то с распределённым количеством людей, им тоже надо было об этом, наверное, подумать о внутренней мотивации человека, который уже является работником. Ну, нет, мотивация, на самом деле, мотивация нужна для того, чтобы человек делал то, что ты от него ждёшь, и не делал того, чего ты от него не ждёшь. Это вот у нас там мотивация построена… Сформированные модели поведения. Да-да-да-да-да, и вот когда у него есть денежное подкрепление, то всё совсем хорошо. Вот у нас там ключевая мотивация для преподавателей – это время жизни пары учитель-ученик. Вот если у тебя с этим учеником ты прошёл больше, чем х уроков, а потом больше, чем у уроков, у тебя вот на точке х и у зарплата от этого ученика увеличивается. Это положительное подкрепление как раз той самой клиентоориентированности. Ты теперь понимаешь, зачем ты это делаешь? Правильно я понимаю, что здесь вступает ценность номер два – математика? Ведь если мы всё математически рассчитываем, то мы понимаем стоимость удержания и привлечения лида. Через какое-то время эта стоимость возвращается, вернее, инвестиционная стоимость, а покупатель происходит, потом операционная, всё, этот уже начал приносить запланированную нам долю прибыли ученик. У нас на самом деле бизнес-модель построена так, что первый платёж весь маркетинг окупает, мы не e-commerce, у нас всё хорошо. То есть, я к тому говорю, что на каком-то моменте ты уже готов делиться этой прибылью, получаемой от долгого сотрудничества с учеником? Ну, мне важно, чтобы человек доходил до цели, т.е. это не на бесконечность построено, но понятно, что за пять уроков ты ничего не сделаешь. Поэтому это некоторые, опять же, тестируемые, но выверяемые истории, сколько примерно должен делать. Самое главное, что учитель понимает, зачем ему ученика удерживать. Не работать с тем, с кем хочется, а работать с каждым, потому что вот этот каждый ему и будет приносить чуть-чуть больше денег, чуть-чуть больше денег, чуть-чуть больше денег. Слушай, ещё вопрос возникает интересный, ученик имеет право сменить учителя? А учитель ученика? Нет. О, интересно, круто. Ну, т.е. если там не было никакого явного конфликта, то нет, ну, забывай. Всё пишется? Да-да-да. Когда ты сказал, подсмотрели одну фишку, ты знаешь, мне всё время нравится. Сейчас объясню, почему я от этого кайфую, потому что за одной этой фразой стоит целый процесс. Это значит, что должен быть кто-то, кто отсматривает, должен быть кто-то, кто анализирует. Это целое дело. Потому что, знаешь, иногда от менеджеров слышишь такое, давайте это сделаем. А ты понимаешь уже, какой пласт огромной работы предстоит, чтобы это сделать. Супер. Всё. С этими двумя с половиной тысяч, мы так их в стороночку отодвинули, нормально. Тысяча, которые живут с тобой здесь. Все вот рядом, в зоне доступа их можно пощупать. Как ты их сделал своими, или вы там их сделали своими амбассадорами, людьми, которые действительно принимают то, о чём вы говорите, вот этот вот результат. Ведь они же являются проводниками для этих двух с половиной тысяч людей. Какой вот уникальный вирус ты запустил? Это не вирус, это всё то же самое. То есть, ты транслируешь всё время одно и то же. Я ещё вот, когда в Яндексе работал, я там понял одну вещь, что как ты относишься к сотрудникам, так ты относишься к клиентам. Вот не бывает по-другому. И клиентоориентированность начинается с того, как ты уважительно относишься к сотрудникам. И для меня это было таким некоторым прозрением, что вот люди будут работать и относиться к твоим клиентам так, как ты относишься к ним. И, соответственно, главное вот это, и отсюда ты начинаешь опять же объяснять. То есть, во-первых, то, что мы умеем работать удалённо, нам позволяет выбирать лучших среди лучших. Вот это тысяча твоих людей, это тоже распределённая команда? Сколько из них живых вот здесь сидит? В Москве, наверное, около сотни. А 900, грубо говоря, они там везде, да? Да. Как ты, ну ладно, с учителями, с этими понятно, они там заняты, а эти должны же на тебя работать. Как ты их вот видишь, что они работают на тебя? Очень сильно зависит от типа работы. Если это линейные менеджеры, то у них, т.е. у нас нигде не стоит никакого софта, никаких камер, ничего вот этого не стоит. Т.е. есть чёткие, понятные метрики, которые заложены в работу. Ну, там самый простой пример, понятно, это, конечно, кол-центр. Там сразу любая виртуальная ТЭС, она тебе всё пишет. Сколько, чего, когда там было и так далее. И это тоже распределённые люди? Да, конечно. Он включил, очнулся, ребёнка посадил, грубо говоря, включился, поработал, да? Да, да, да. Там важно настроить не только то, чтобы мы видим результаты их деятельности, но и ритм. Это ключевой момент, т.е. нельзя сделать всю работу за час, а потом остальные часы не делать, потому что очевидно сразу… Но через это тоже надо пройти человеку, да? У смежников… Нет, сейчас это сразу уже просто вкладывается. Второе, там в удалёнке всё-таки, ну почему финансовая денежная мотивация, она всё-таки главная у человека. Но денежная мотивация – это не только кровеносная система, которая снабжает всех ресурсами, это ещё нервная система. Т.е. если процессы выстроены так, что следующий, кто принял у тебя твой кусочек работы, либо принял у тебя его, либо не принял… Т.е. а имеют право не принять. Т.е. естественно, ну как всегда, ну и там стандартное конвейерное производство. Т.е. некий service-labor agreement между подразделениями. Т.е. и как только что-то идёт не так, то сразу в этом месте возникает конфликт, и система начинает сигнализировать, условно говоря, например, лидогенерация нагенерила каких-нибудь фиговых лидов, которые не конвертируются. Те, кто конвертируется, начинают орать, слушайте, ребята, вы там гоните фигню, у нас сейчас зарплата уйдёт в ноль, потому что мы ничего не можем сконвертировать. И тебе не надо туда контролировать, потому что люди сами тебе это начинают контролировать. Т.е. вот правильно стыкируя такие вещи, ставя мотивацию в точках принятия решения. А вторая история про то, что все, кто работает в линейке, завязаны на конечный показатель. Т.е. если там маркетинг ответственный за лиды, а там уже продажи за конверсию в это, то у маркетинга зарплата зависит от конечного результата. Т.е. они сразу начинают смотреть, что же там происходит дальше-то с их лидами. Т.е. не конкретно узкое то, что в их нише, а через шаг. Тот, кто является пользователем их результатов продукта. Те, кто работает над ретеншином, они смотрят сразу на всю цепочку и смотрят, а как у нас там лайфтайм увеличился. Т.е. ребята, которые занимаются научно-исследовательской деятельности, которые что-то придумывают, они тоже смотрят, как это потом воплотилось. Т.е. ребята, которые занимаются разработкой IT-продукта, они точно так же метриками смотрят на то, где, собственно говоря, в юнит-экономике что-то улучшилось или ухудшилось, потому что они что-то сделали. Т.е. опять же, там история про математику, про правильную сквозную аналитику всех вот этих вот процессов и про точно выстроенная система мотивации, которая позволяет тебе не все время куда-то смотреть и ставить надсмотр щиков, потом надсмотрщиков, надсмотрщиков надо, короче, вот эту пирамиду не строить, а строить простую линейную структуру, где каждый понимает, что надо делать. Казалось бы, звучит всё очень невероятно привлекательно, да? И просто. И просто, да. Главное, опять же, всё делать. Я спрошу тебя чуть про другое. Смотри. Ну, каждый по себе, наверное, вот этот человек, работающий на удалёнке, профи, наверное, да? Ну, будем так. И вот каждый там он, профи, он, профи, он, профи, он, профи. Что является маслом или, знаешь, средой, которая обтягивает? И вот он механизм заработал, всё вместе они. Как это вот щёлкает? То, что мы делаем. Ну, то есть, вот то, что мы делаем. Мы всё время транслируем ребятам вот эту самую нашу мечту, что мы делаем не просто там кирпичи, да? Мы возводим храм. То есть, мы делаем там суперинновационный продукт в области образования. Мы очень хотим, чтобы, вот вы помните, почему вы там ненавидели свою школу или вузы, почему вам там было плохо, вот эти вещи. Мы хотим от них избавиться. Мы хотим вот это, и вы это делаете вот для этого. То есть, они всё время, они могут спорить, так лучше делать или так лучше делать, но они не спорят, делать или не делать. А вторая история, которая есть, мы очень часто, ну почти везде стараемся делать конкурирующие подразделения. То есть, вот вы отвечаете за это, и вот те ребята отвечают за это. Да, вы будете бодаться, но зато мы посмотрим, кто из вас лучше. А что потом? А потом смотрим, кто лучше. И? Ну и молодцы. А, и всё равно продолжают работать. Это как в самолёте. А те такие, а чёрт, а мы сейчас тоже так сделаем, а тогда мы ещё и улучшим. То есть, начинается такое соревнование, кто вырастет больше метрику, эти или эти. Экономически это оправдано? Да, потому что у тебя тогда вот эта история про изменения не транслируется сверху, ребята, а теперь придумайте изменения. А они внутри… Да, да, да. Не, слушай, я же профи. Слушай, а какого чёрта у тех конверсии 3, а у меня 2,8? Так сейчас я сделаю 3,2. И вот я сейчас буду думать, как это сделать. И всё, и вот она начинается, вот эта история. А почему тут? А почему тут? И люди сами начинают генерировать эти идеи. То есть, на самом-то деле, ключевой момент для мотивации сотрудников – это убирать демотиваторы. Вот главная мысль – убирайте демотиваторы, то, что уменьшает мотивацию. Не надо всё время доносовывать новые морковки. То есть, есть какой-то там санитарный минимум, конечно, да. То есть, с разработчиками, особенно те, которые в офисе, ты никуда не денешься. Все видели офисы Яндекса, Мейла, Гугла, может быть, катка не будет, но уж морковку нарезанную положи, пожалуйста. То есть, это какой-то такой кофе-поем. Игенический минимум, как мы всё время говорим. Но дальше вот это упражняться, а теперь давайте мы придумаем им ещё 100-500 других льгот, очень быстро это перестаёт быть ценностью. Но главное, что люди уходят тогда, когда ты перестаёшь их уважать. А вот это и есть главный демотиватор. То есть, уважай людей, слушай их, разговаривай с ними, объясняем. И тогда они воспринимают даже конкуренцию иногда как зло. А чё это они? Мы же это всегда делали, да? Ну, теперь будут делать и вы, и они. А чё? А как мы разделимся? Ну, как-нибудь разделитесь. Давайте посмотрим, кто лучше. И всё. И вот эта злость, она канализируется сразу. Ну, сейчас мы их задаем. Ну, отлично, всё, побежали работать. Супер. Ты знаешь, мне выскочилась головой фамилия председателя правления компании ЦИСКО. Но известный человек такой, один из первых, по-моему, его и председатель правления или собственников был. Он говорит, знаешь, моя самая главная задача устранять препятствия. То есть, как ты сказал, только устранять демотиваторы относительно. Окей. Скажи мне, пожалуйста, буквально несколько слов о том, что если ты учишь преподавать, что происходит с работниками демотивируются, какое у них постоянное происходит? То есть, что компании инвестируют в них, прежде чем от них что-то получить? На самом деле, пока мы находимся в стадии бурного роста, и пока мы действительно творим некоторую магию вот такую продуктовую, то ключевое, что мы им даем и даем возможность для этой самой твоей самореализации. Ключ – это всё-таки ты IT-компания, да? Да, конечно. И, наверное, огромная роль вот этих IT-разработчиков, ребят, которые мыслят современными новыми технологиями, цифрой. А ты вообще ничего не сделаешь на таком масштабе, если у тебя нет IT. Как их? Сейчас, у меня есть такой пример. 200 лет назад, когда человечество научилось сталь делать, появилась профессия инженер. Вот просто был инженер, вот такой уважаемый человек, его показывали в фильмах, вот такой вот ходил, уходит такой инженер. А потом, спустя какое-то время, профессия инженера исчезла, появился инженер кто-то, инженер-строитель, инженер-автомобиль, инженер-железодорожник. То есть, приклеилась к чему-то. Да, и инженерия стала сутью этой отрасли. Ну, то есть, без инженерии нет ни сельского хозяина, ну, вообще ничего нету. То есть, ни вот, мы сейчас сидим там в студии, ее бы не было без инженерии. А IT сейчас становится такой же сутью любой отрасли. Вот это вот ключевой момент, в том числе и менеджмент. То есть, это не нашлепка какая-то, это просто ее вот каркас, на этом она и строится. Вот для этого нужно найти, вот оно нужно вот здесь. Кто это? Молодежь, это более взрослые люди, это выпускники. Какая разница? В смысле, это лучшие люди, которые могут сделать что-то. Потому что там же все дробится. То есть, сколько лет дизайнеру, который рисует там морду мобильного приложения, да какая разница? Главное, что он рисует лучше, чем все остальные. Вот и все. Под какой пальмой он сидит, вообще вот все равно, где он находится в этот момент, он просто лучший специалист, который вот подходит вот под это дело. А как тебе удается привлекать лучших вот этих IT людей? С трудом, как и всем. Ну то есть, поскольку, как я уже сказал, IT становится инфраструктурной частью любой отрасли, то сейчас все отрасли начинают там осознавать и потихоньку этих специалистов к себе забирать. И, соответственно, это становится действительно… Ну то есть, это дальше там такая история про HR-бренд, про то, что лучше идут к лучшим. Ты одного лучшего нашел, и ему пришли трое лучших. К этим четырем пришло еще все остальное, и так вот потихоньку-потихоньку ты выстраиваешь компанию из таких вот крутых специалистов. Слушай, ну если получается, что IT – это кровеносная система всего в ближайшем будущем, то, по идее, самая популярная и самая главная профессия будущего – это связанное что-то… что-то связанное плюс IT, да? Ну, наверное, да. Опять же, и в гуманитарных отраслях, как мы видим, все то же самое. То есть, в творчестве IT стало очень много, без IT уже очень трудно, потому что, если это не самореализация, а бизнес, творчество. Ну то есть, снятие фильмов – это очень много математики, аналитики, айтрекинга, куча всяких вещей. В конце концов, научиться у зрителей сразу снимать какую-нибудь удаленную томограмму, чтобы понимать, на что они реагируют, и на этом строить еще более сильные… Сюжеты. Ну, очевидно, что там конкуренция к этому ведет. Да, и, кстати, вот еще одна штука про обучение сотрудников. Мы все время их стимулируем, учим, мотивируем ходить к другим лучшим, обмениваться опытом. То есть, просто там каждый начальник отдела, мы говорим, слушай, составь список 10 лучших людей в твоей отрасли под те задачи, которые ты сейчас решаешь, не вообще, а вот под те задачи. Давай, иди к ним и спрашивай. Из любых компаний? Да-да-да. Просто познакомиться? Ну, неважно, кто… То есть, ты их учишь нетворкингу? Я учу их на халяву использовать крутых чуваков. Ну, в смысле, это такая относительная халява, потому что любое… Взаимодействие, оно взаимно. Да, оно взаимно. Ну, то есть, кто там лучше всего умеет делать что-то, опять же, мобильные приложения под Android делать какую-нибудь, не знаю, заставку. Вот кто лучше всего? Вот эти, вот эти, вот эти. Окей, значит, давай иди к ним, вот у тебя номер один, два, три. Если не может, мы сами найдём. Ну, сейчас уже с нами легко разговаривать, по первости было тяжело. А кто у тебя скажет? Ноунейм, да. Сейчас как-то там… У тебя классный офис, я был, я был поражён вот этой открытостью, я пришёл сразу, генеральный директор даёт интервью к какому-то каналу, я разговаривал с людьми, я говорю, слушайте, а вот как бы познакомиться с тобой, ты пришёл, поздоровался, т.е. всё очень открыто, всё очень динамично. Вот если бы там тогда ты не вышел, может быть, и сегодня бы этой передаче не случилось. Смотри, как оно всё… Ну, там вот Грефа там всё время ругают за то, что он там всякие вот эти слова agile говорит, но ведь он, понимаете, очень мудрая вещь, что основная конкуренция сейчас идёт, это конкуренция моделей управления, вот это самое главное, т.е. время, за которое у тебя от идеи до витрины товар доходит, услуга, товар, вот это самое главное, и вот поэтому если ты не будешь открытым, если ты не будешь очень динамичным, то ты будешь на обочине. Факт. Скажи мне, пожалуйста, о чём ты мечтаешь? Я мечтаю о том, чтобы вся школьная, вузовская, поствузовская система образования была такой, чтобы человека учило тому, что он может сегодня научился, сегодня применить. второе, чтобы эта система учила его тем самым изменениям в жизни, чтобы эти знания были свежими, актуальными, применимыми, и это был бы твой непрерывный процесс, т.е. вот как у нас там сейчас всё больше и больше систем рекомендательных в жизни существует, там все учатся тебе посоветовать, какой тебе там лучше купить одежду, какое кино тебе больше подойдёт. Вот в образовании должна случиться та же самая штука, тебе кто-то должен сказать, слушай, в твоей отрасли намечается кризис, тебе бы вот сейчас вот это, вот это и так далее, или там все, кто уже с тобой кончил институт, они уже вон там, вон там, а ты тут ещё вот тут, тебе надо дотянуться. Давай, давай. Или в школе, ты вот это учишься не потому, что, да господи, ну это же все, ну кошмар, да, т.е. это фрагментация, не знаю, Грецию проходит по географии, по истории, по литературе, в абсолютно разных классах это никак не связано, там какой-нибудь фотосинтез проходит в ботанике и в химии там спустя 5 лет. Ну короче, вот это вся совершенно не связанная история, и ровно поэтому у нас сначала асфальт кладут, а потом… Обрывки знаний. А потом, да, а потом трубы кладут, ровно по этой причине, что никто, в смысле вот этой системности нету, и образование, оно на самом деле должно учить это системному взгляду на жизнь и помогать тебе всё время самосовершенствоваться, неважно, это всё время не обязательно карьера, ты можешь самосовершенствоваться в том, как лучше воспитывать детей и как вкуснее готовить там свои любимые блюда, это совершенно, это про всё. Как играть на гитаре? Что будет являться этим суперкомпьютером, который будет помогать нам это делать? Вот про суперкомпьютер я не верю, ну в смысле, нет, я верю, что мы сделаем искусственный интеллект, я не верю, что мы ему будем нужны. Нет, нет, я имею в виду, который мэтчит где ты, где твои… Это данные. Это бигдата, да? Это самые большие данные, которые вокруг тебя, да. Прекрасно, спасибо тебе огромное. Я вот вчера перед сном посмотрел фильм и выскочил из головы о том, что отец вдруг в определённый момент понимает, что он неудачник. Он с сыном поехал поступать в колледж, я потом напишу в комментариях к нашему пустуну, и вот он начинает размышлять и показывает, знаешь, вот ты сейчас… Как раз ты мне натолкнул эту мысль, что где его выпускники, где он сам. А потом я читал анонс, я не досмотрел, но там происходит трансформация, у них с отцом очень близкие отношения, я сегодня досмотрю. И отец, видимо, находит для себя те ответы, которые его мучили. И то, что ты сейчас сказал, это, наверное, вот этот инструмент, чтобы люди уже понимали не потом когда-то, когда в кризис среднего возраста или что-то, что с жизнью что-то не так. А вот если система обучения, действительно, она будет как твой партнёр, помогая тебе выбрать лучший трек для тебя, там, тестируя разные, это в лучшем случае в самом идеальном формате профориентации или что-то ещё, она действительно сделает мир лучше. И огромное тебе спасибо за то, что ты своей мечтой делаешь наш мир лучше. Спасибо вам и доброго начала года. Друзья, сегодня был Александр Лариновский, управляющий партнёр компании Skyeng. Давайте вместе что-нибудь сделаем так, чтобы в рамках нашей досягаемости, чтобы мир стал лучше. И помните, что всегда важно передавать миссию и цель, для чего вы, собственно, делаете этот свой бизнес. Задайте этот вопрос себе, а потом старайтесь относиться уважительно к подчинённым, чтобы ваши подчинённые компании, видя ваши отношения, точно так же относились к клиентам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok